Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1049. События дня. Тагра Закония, 25, 17 и далее. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился, и не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Люди уставали, они забивались. А для чего я это взял? Как эпиграф. У меня такие же. Видят, кто со мной переписывается, в друзьях находятся, и они его заливают грязью и добивают. Ослабевшие есть люди, которые давно не ходят в храм, но лишь бы только попали здесь. Вот. Господь изгладит вашу память полностью. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Это за 30 октября 2017 года. И 11 стих, 1 Коринфян, 10 глава. Всё это происходило с ними как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Так что я уже одни буквы оставляю. Наших всех перебрали. Ну, которые дали им ответ. Марьясов там дал хороший ответ, замечательный. Сергей Игнатов. Это можно фамилии выставлять. Юрий Соболев. Накрыли их. А нападают-то. Ничего больше нету, кроме вот этого духа Амалика. Это их правнуки пришли. Чем занимаются? Ничего у них нету. Не могут показать, как они работают. 21 тысяча разрушенных поселений, полностью уничтоженных в России. Начните, образуйте, получите статус, землю. И начинайте на деле показывать. Общину образуйте. Ничего же этого нет. Нету. У Амалика есть одна злоба. Ослабевших, отставших добивать. Ну и объявление. Читайте. Дмитрий пишет. Лишний раз подтверждает мои слова и мысли по отношению к брату вашей общины. Я его хорошо понимаю, но даже будучи на расстоянии, работая в Москве, ваш канал, сайт, настоящий отдушина. Язык не поворачивается назвать себя одиноким, как многие теперь считают. Я со Христом. А теперь с кем я уже поддерживаю контакт не с одним братом вашей общины? С чего только стоит Сергей Парализованный, с Владимиром Пащенко, с Сергеем Игнатовым, с Михаилом Кальмаевым. Я их вижу только на Ютубе, но такое уже чувство, что знаю целую вечность. Но больше всех я поражен Сергеем Парализованным. Как Господь через него действует? Это просто невероятно. Какой у него чистый и ясный разум, как он хорошо объясняет, акцентируя в теме самое главное и нужное. Я частенько консультируюсь с Сергеем предварительно, спрашивая его мнение по тому или иному вопросу, так как Священное Писание узнает лучше меня. Так, у вас там ночь уже в Барнауле, поэтому отдыхайте. Крепких снов и благослови вас Господь Игнатий Тихонович. Вот так, все это есть. Названия какие-то тут было, предыдущие. Запомнить кое-что людям нужно. Это вот за один день, ничего почти не стал больше копировать сюда. Много отзывов, очень много. Бывает интересно, это все под роликами. Вчера пришел на беседу, события целые. Отец Новом Борщуков с Грузии, с Билиси. Ну, мы с ним и побеседовали. Вот. Я показываю здесь. Вот он. Благословенной Грузии. Никогда не гнали евреев? Я вопрос задаю. Ну, а что? Я приветствую тебя, опять говорю. Долго не было-то так. Я такой стою и с тобой ложится. С твоим голосом. Там, в Евангелии. Ну, система так записывает. Оттуда голос тише. Ну, можно объяснить, далеко слышно. Вот. Ну, большой. Довольно 56 минут разговор был. Простое. О простых вещах. Как ходили мы с ним у патриарха. Их были у Илии. Добрые воспоминания. Все добрые. Он хотел, чтобы я с сыном поговорил. Но сын не смог выйти на меня. Он к нему ходил. Потом вернулся. Это еврей. Наум Израилевич. Он где-то там работал гидом. Так я понял. Ну, и баптисты привезли его показать. Он с баптистами был уже. Ну, и привезли показать. А он сразу же обратился. Только зашли в дом. Ну, не знаю, сколько. Может быть, полтора часа побыли. Провожать пошел на вокзал. Потом я был уже... Ну, в общей-то сложности, наверное, не меньше четырех раз был у него в Грузии. Он приезжал потом здесь литургию совершал в лесу. Когда ничего не было. До основания Потеряевки, до восстановления. С ребятишками своими приезжал. О чем говорить он? Вот на лесу здесь. Там у меня протоколы были. Ну, а пришествие Антихриста. И он это помогал насчитывать даже. Он что-то рассказывал. Его дети брали визу. Видимо, где дам своим поехать в Израиль. Они там живут. Это не полукровка сейчас-то. Породные евреи. Но их не пустили, он говорит, из-за меня. А он такой благодушный висит. Посмотри, какие глаза у него. Лесо. Все остальное. Я все вопросы задавал. Можно уже представить, как идет дело у него. Храм построили. Купель. Всегда отец. Отец ко мне обращается. В моем доме. Вот, пожалуйста. Евреи. Евреи с евреями надо бороться. А какое оружие? Я говорю, любовь. Любовь. Показать им, что со Христом лучше, чем без Христа. Вот он обратился. По сей день живет по милости Божией. Проповедует, свидетельствует, встречи какие. Все показано. Прислал фотографии. Фотографии эти посмотрел и к себе скинул уже. Сейчас, может быть, я не найду. Буду выставлять в моем мире. Вот я сейчас маленько покажу. А так, свои рабочие, свои инженеры, там, этот, барабы, все свои были? Вот так. Это я его показал специально. Это события целые. Много беседовали. События дня. В городе живу-то. Куда пойти-то? За ограду не выхожу. Голубей пошел покормил, слазил на крышу. Там у меня голубятня. В комнате тут кошек накормил, воробьев. Перед окном у меня кормушка. Жуланов, большая синица. Другие. Где что тут можно сделать? Воды принес. Это какие события-то? Ну, обыкновенные. Днем живем. Видел, тут приезжали гости к Надежде Васильевне. Я даже не выхожу. У меня тут все время занят. Кое-что приходится смотреть. Вот сегодня показали крещение Руси. Все серии с первой по четвертой. Документальная драма. Вот. Отзывы почти взял, посмотрел. Ну, и сегодня начну смотреть. Но, думаю, главное, это не показали. Почему так думаете, скажут? Ну, потому что крещения-то никакого нет сегодня. И что крестили-то? Все это было не по-евангельски. Пришли мы были как на небе. На каком небе? Язычники. Они кроме языческого неба никакого не знали. Ходили, искали. А что они увидели? Не через уши. Когда языка не понимали. Крещение Руси. Раньше писали. Если кто не крестится, тот мне не друг. Я говорю, это обман. Теперь прямо говорят, воины стоят на крещении. Крещать их. Кто не крестится, тот враг. А враг, значит, его сразу утопили, говорит, убивали. Ну, вот так вот. Не евангельское. А вот люди дальше пошли искать своего Нептуна. Вот какие там божества были. Дашь Бог, да. Сварог. Ну, и чтобы показать наши ресурсы. Вот мой мир. Я очень люблю. Здесь же адрес. Кисти не воды. Отовсюду писем приходят. Слава Богу. Система. И дальше ленточный православный форум Игнатия Лапкина. Тысяча шестьсот две темы. Вот канал. Видеоканал наш. Вот он большой. Двадцать шесть тысяч семьсот подписчиков. И двадцать шесть миллионов триста двадцать тысяч просмотров. Двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят. Ну, почти что тринадцать тысяч роликов. То есть, очень большой материал. Очень большой, всесторонний. Ну, и православный библейский сайт во свете Библии. Тут всего только нету. Владимир работает тут. То по Игоре там помогает, то еще кому-то. Батюшку еще не видели. Он по теряевке, как с отпуска вернулся. Вот ожидаем в субботу. Игорь приедет. Ну, и все на этом. Событий других нету. Молимся семикратно в день. Помолиться. А что это такое? Ну, это что? Вот листовочка. Четкий. Один раз. Это три святоя. И сто поклонов. И вот так, не меньше семи раз в день молиться надо. Настроение тогда будет другое. Все однако. Все просто. Конец.